Министерство образования, науки, молодежной политики Краснодарского края и региональное отделение организации «Российские студенческие отряды» решили объединить студентов в 70 техникумов и колледжей, чтобы научить ребят работать в команде. Во-первых, естественно, это общение, развитие студенческого самоуправления, студенческих отрядов, волонтерского, добровольческого направления. Образовательный волонтерский форум второй год проводится в Сочи. В этот раз студенты профессиональных образовательных учреждений края получат больше информации о развитии студенческих отрядов, девиз которых – труд-крут. В первую очередь, ребятам хотят объяснить, что компетентным руководителем можно стать, если пройти все этапы – от рабочей специальности до управления коллективом. Я вообще сама из Владивостока, я работала проводником в поезде «Владивосток-Москва». У меня была возможность прокатиться очень много, больше десятка раз по транссибирской магистрали и посмотреть Байкал и нашу огромную невероятную страну. Работала на Крайнем Севере. Студентам рассказали, где можно трудоустроиться летом. Но пока волонтеры края намерены удивить сочинцев. 10 февраля они примут участие в масштабном флэш-мобе, который пройдет в центре Сочи под названием «Олимпийские объятия волонтеров» и будет посвящен первому юбилею Белой Олимпиады в Сочи. Честно говоря, у меня переполняют сейчас эмоции положительные, соответственно. Я очень хочу много нового чего узнать. Мне нравится это волонтерское движение. Я восхищена этим. И я хочу заряжаться этим большей частью своей жизни. На самом деле я ни разу не была в Сочи. Это очень забавно, очень интересно и очень красиво. В Сочи реально очень красиво. Форум продлится 4 дня. Помимо образовательной программы, которая разработана Центром развития молодежи и Центром военно-патриотической допризывной подготовки, для ребят организованы экскурсии на Красную Поляну. Елена Овсецевна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.